Всем привет! Давайте посмотрим демо-версию игры под названием Terror at Oakheart. И эта игра отдает большую дань уважения классическим фильмам ужасов про маньяков и какие-то жуткие мистические происшествия. Здесь будет зловещий маньяк, кровавые убийства и все такое, что мы любим в слэшерах и триллерах. Давайте посмотрим. Я поиграла, мне очень понравилось. Что тут в опциях? В опциях, ладно, я ничего не буду трогать. Давайте просто начнем. По-моему, русского языка тоже здесь нет, так что я буду переводить как умею. Пролог, фидинг, кормление. Проснись, Тедди, проснись. Время просыпаться. Континью на какую-то кнопку, на самом деле на F. Я выяснила методом тыка, потому что из-за диалогового окна не видно, собственно, какую клавишу нажимать. Тедди, маска призывает тебя. Сделай это снова. Да, я буду подчиняться. Иди в подвал, Тедди. Я буду ждать тебя. Мы играем за клоуна. Ужасного клоуна, маньяка. Он здесь спал на этом грязном матрасе, но его разбудил голос в голове, который приказывает нам идти в подвал и... Подожди, нет, я еще там не осмотрела все. Ну и что-то там сделать, собственно. Я вижу там свечу, но я не могу пройти. Мне нужна эта свеча. А, нет. Заходим, забираем. Похоже, это заброшенный дом какой-то, где мы живем. Либо это наш дом, но... Он его запустил до такого состояния, что он практически разваливается на глазах. Что у нас в этой стороне? Там ничего, там стена. Здесь я не могу сюда зайти. Ладно. Так, туда я тоже не могу пройти. Значит, нам только сюда. Почему ты все еще сопротивляешься? Твоя судьба определена. И эти доски не спасут тебя от меня? Ты мой, Тедди? Да, я прошу прощения, хозяин. Я буду служить тебе. Забери свою пилу и уничтожь эти доски. Мне нужна моя пила. Наш герой пытается сопротивляться все еще. Все еще пытается, но не может он противостоять этому влиянию. И этот голос в голове, наверное, причиняет ему ужасные мучения, если он его не слушает. У меня нет правильной свечи. У нас есть какая-то свеча. Давайте методом тыка поставим ее на место. Здесь еще дверь закрытая. С символом загадочным на ней. Пока не могу туда попасть. Собираем пока что свечи. Это что? Это подозрительно похоже на висящие трупы на веревке. Может так оно и есть. Должно быть принесено в жертву. Плой должна быть принесена в жертву. В общем, здесь загадка. На крюках висят части тела, две руки, одна нога и лицо. И нужно нам нажать их в определенном порядке. По-моему, сначала эта рука, потом эта рука, потом нога, потом лицо. Я уже прошла, поэтому я уже знаю. И откроется дверь. Вот это его мастерская, если можно так сказать, да? А, нет. Нет, здесь просто еще одна свеча и еще одна дверь. И еще одна свеча. Я думала, здесь уже пила будет. Я немного забыла, что здесь просто свечи, а пила будет за другой дверью. Ладно, пойдемте, поставим свечи на свое место. Вот. Вот здесь мастерская, здесь пила. Все наши инструменты маньячные. Берем пилу и идем пилить эти доски. Ну и все. Как бы нам не хотелось этого не делать, но мы не можем сопротивляться. Наш главный герой слишком поддался этому влиянию. Ты слышишь это, Тедди? Маска призывает тебя. Да, я слышу. Это зовет меня. Надень маску, Тедди. Возьми эту силу, и ты будешь вознагражден. Отлично, очень хорошо. Теперь подойди ближе. Я хочу тебя увидеть, Тедди. Зловещая маска. Убийца. Которая... Подожди, куда подойти? А, подожди. Сначала нужно на F нажать. Которая заставляет его совершать еще больше убийств. Ну, еще вот это тварь его заставляет. Принеси мне то гнилое мясо на земле. Я хочу поесть. Накорми меня, Тедди. Да. Тедди, мне нужны новые жертвы. Иди, найди мне еще немного свежего мяса. Я буду служить тебе, сказал он. Ладно. Так все начиналось. Глава первая. Тедди терроризирует город. Да, дорогая, я знаю, но это мое любимое шоу. Первую фразу я не очень поняла. Это был долгий день. Я пойду наверх и приму душ. И лягу в постель. Срочные новости. Тедди опять нападает. Два взрослых найденные полицейские проводят расследование. Ищут Тедди, но предупреждают, что его целью могут быть семейные пары и семьи. Держите все окна и двери закрытыми. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Тедди, или каком-то подозрительном поведении, сообщайте нам. О боже. У меня просто мурашки по спине. Им нужно остановить этого монстра, прежде чем он поранит кого-либо еще. Ну, не волнуйся об этом, дорогая. Что за идиот одевается в клоуна? Этот идиот, одетый в клоуна, никогда до тебя не доберется, пока я рядом. Хорошо, просто помни, что тарелки вон там ты должен... И ты помой их, когда посмотришь свое шоу. Ты это забыл раньше сделать. Ладно, видимо, у них разделение домашних обязанностей. Она что-то еще делает, а ее муж или парень моет посуду. Мне не нужно идти в подвал прямо сейчас. Ладно, тогда не пойдем. Ну, наверное, она готовила обед, а он моет посуду. В принципе, все честно, я считаю. Это что? Этот фонарик может быть очень полезен при чрезвычайных ситуациях. Мне не нужно выходить сейчас наружу. Идите наверх и примите душ. На кью показываются наши цели. Так, там ванная, я пока не пойду туда. Давайте пройдемте чуть дальше. Впереди у нас ничего. Это сундук, где хранится оружие, для хранения оружия. У меня нет ключа, чтобы открыть его. Ладно, идемте в душ. Больше ничего интересного. Ну и все. Тем временем, наш парень, наш парень, что он делает? Он смотрит телевизор. Я просто в шоке, что полиция не нашла этого маньяка до сих пор. В любом случае, я должен пойти проверить, как там мой пистолет в ящике наверху. И убедиться, что мой пистолет нормально работает. Ладно, идти наверх. А если я сейчас попытаюсь сюда подойти? Ладно, пойдемте по цели строго тогда. Бежать я не могу. Он очень медленно топает. Что он скажет насчет фонарика? Он то же самое говорит? Ладно. А давайте зайдем и посмотрим, как там наша девушка в душе. Оу, привет, дорогая. Тайлер, прекрати это, не будь извращенцем. Да все, все, я уже ухожу. Она не в восторге, что мы подглядываем. Ладно, давайте идти по своим делам. Проверим, как там оружие. Так, посмотрим, что у нас тут. Все, кажется, в порядке. Я лучше возьму ключ с собой от этого ящика. Лучше спущусь вниз и помою эти тарелки, иначе Эшли меня убьет. Давайте, идемте. Очень медленно он ходит. Но ничего не поделаешь. Почти дошли. Ммм, это очень странно. Я могу поклясться, что окно было закрыто. Грязные тарелки, добавленные в инвентарь. И моем их в раковине. Окно открыто, значит, скорее всего, кто-то уже через него проник. Хорошо, все сделано. Теперь мне нужно вынести мусор из подвала и выбросить его. Подвал у нас вот тут. Хорошо, давай избавимся от этого мусора. Что за... Вот это жесть. И наша первая жертва. Нашего маньяка. Что? Электричество только что пропало. Тайлер... Электричество отключилось. Тайлер? Вот черт. Где Тайлер? Так темно. Мне нужно взять фонарик внизу в кладовке. Давайте возьмем. Да, спокойно. Кладовка где-то тут. Дальше. Что у нас по целям? Найдите Тайлера. Пойдемте. Я знаю, где он как раз таким. Что происходит? Где ты, Тайлер? Тайлер! О боже мой! Мне нужно срочно позвонить в полицию. Бежим! Почему я не могу быстрее бежать? Чекпоинт. Игра сохранена. Так, чекпоинт нам понадобится сейчас. Вот телефон. Быстро звоним. Надеюсь, связь еще есть. Как ни странно, есть. Должна быть. Наш маньяк не догадался телефон вырубить. Ну? Ну, алло. Оукхерт, Оукхарт, полис департмент. Полицейское управление. Какая у вас проблема? Пожалуйста, приезжайте к моему дому. Тедди здесь. И он только что убил моего бойфренда. Мэм, успокойтесь. Мне нужно, чтобы вы сказали, где вы живете. 1, 4, 2, 8, Вес, Хавин, Стрит. Вы должны поскорее приехать. Я не знаю, где он. Слушайте меня очень внимательно. Найдите место, где можно спрятаться, если сможете. И вооружитесь. Помощь уже в пути. Вот, смотрите, он за нами бежит. Но я хочу посмотреть, что будет, когда он нас поймает. Потому что я этого еще не видела. Давайте-ка загрузим чекпоинт. Как подтвердить? Как подтвердить? F? Да. Да-да-да-да. Ясно, понятно. Бежим! Бежим, он нас догоняет. Бежим, бежим, бежим. О, минутку. Прячемся в шкафу. Он меня, надеюсь, тут не найдет. Никого здесь нет, уходи отсюда. Абсолютно никого нет. В шкафу особенно никого нет. Шкафчик для оружия Тайлера прямо здесь. Но у меня нет ключа, чтобы его открыть. Тайлер, должно быть, взял ключ с собой. Ключи с собой. Я должна найти его. Найдите ключи от ящика с оружием. Ну, ладно. Придется нам опять вниз спускаться и искать, где там валяется труп. Тайлера, чтобы забрать у него ключи. И надеяться, что маньяк ушел. Я не знаю, где он. Он должен ходить по дому, но он куда-то пропал. И пока на меня не нападает. О, боже, мне так жаль, Тайлер. Все, мы взяли ключи. Бежим обратно. Не знаю, где маньяк. Но, к счастью, его нет. Ну все, ты ублюдок, иди и попробуй взять меня. Она сама стреляет. Хорошо, а то я бы могла и не успеть, может быть. Все, мы убили маньяка. Да. Хорошо, кажется, электричество снова работает. Ты проверил тело? Это правда, Тедди? Он правда мертв? Да, это он, точно. Господи, я не могу поверить, что эта молодая женщина его застрелила. Что за беспорядок? Сара отвела ее вниз на станцию, чтобы расспросить о том, что произошло здесь. Что-то я не поняла, на какую станцию, какая Сара, ладно, неважно. Ну, я не всегда понимаю то, что они говорят. Но, наконец-то, Укхард может спать спокойно. И здесь станет поспокойнее, когда все узнают, что маньяк наконец-то мертв. Глава первая. Завершена. Один год спустя. Укхард кладбище. Тед. Это могила маньяка. Ну и, конечно-то, конечно, он возрождается, воскресает. Кажется, он очень злой. И снова хочет убивать. Ну вот и все, это конец демо. Добавьте виш-лист, если вы осмелитесь. Я уже добавила виш-лист. Игра уже вышла, кстати говоря. Но, на мой взгляд, она довольно много стоит. Я подожду, наверное, скидку побольше. И потом, может быть, я ее возьму. И посмотрю, что она из себя представляет. Но демо-версия мне понравилась. Только немного странно. Я вообще не поняла, что происходит. Что это за тварь была? Как она там целый год без пищи провела? Как она воскресила этого Тедди? Или это... Что вообще его воскресило? И почему его похоронили на кладбище с нормальными людьми? Насколько я знаю, серийных убийц и маньяков их не хоронят на кладбище с нормальными людьми. Их где-то закапывают, как собак, в таком месте, чтобы никто не знал. Либо где-то на тюремных кладбищах, либо в каких-то тайных местах, либо вообще сжигают их и пепел где-то развеивают, чтобы их больные последователи не приходили на могилы и не устраивали культ личности и все такое. Маньяков рядом с нормальными людьми не хоронят. Это совершенно точно. Вот. Такие дела. Ну ладно, это мелкая придирка. В принципе, довольно интересно. Я бы хотела еще посмотреть, поиграть, когда-нибудь пройти. Если вам интересно, я оставлю ссылку. Можете купить. Но, на мой взгляд, цена пока что высоковата. Но если вы такое любите и готовы купить, то пожалуйста. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok